Субтитры создавал DimaTorzok В 7 часов утра вас приветствует Янаульская студия телевидения. Сегодня 8 февраля, среда. Уважаемые телезрители, вот и завершилась регистрация кандидатов в депутаты по 43 избирательным округам Янаульского городского совета. Также по Янаульскому избирательному округу номер 26 палату представителей Государственного собрания Республики Башхортостан зарегистрированы. Зиазов Назир Загитович, глава администрации города Янаул и Янаульского района. Пензин Юрий Гаврилович, начальник нефтегазодобывающего управления Краснохолмс, нефть. Тазитинов Шамсуддин Шеймухамедович, главный врач прогрессской участковой больницы. Хабибуллин Фаргат Фаатович, заместитель директора акционерного общества Янаульская сельхозтехника. А по Буйскому избирательному округу номер 30 в Загонодательную палату Государственного собрания Республики Башхортостан зарегистрированы. Валиолин Митхат Мансурович, заведующий сектором по вопросам законности и правопорядка Верховного Совета Республики Башхортостан. И Горданов Ревхат Тимирбаевич, министр народного образования Республики Башхортостан. Уважаемые телезрители, в наших последующих передачах вас ждут встречи с кандидатами в депутаты Палату Представителей и в Законодательную палату Государственного собрания Республики Башхортостан. Если же у вас возникнут к ним вопросы, звоните к нам в студию по телефону 2-14-96. Я живу открыто, не хитрю с друзьями, для чужой обиды не бываю занят. От чужого горя вежливость не прячусь, с дураком не спорю, в дураках не значусь. В скольких бедах выжил, в скольких дружбах умер, от дольстецов до выжиг охраняет юмор. Против всех напастей есть одна защита – дом и душу настиж. Я живу открыто, в дружбе, в буднях быта, завистью не болен. Я живу открыто, как мишень на поле. Не было бы, наверное, интересно жить на белом свете, если бы не было этих неугомонных, беспокойных людей. Как окружающие их люди говорят, все им не имется, все они что-то придумывают, не думая о покое своем и окружающих. Один из таких беспокойных людей – наш герой, директор Барабановской средней школы Ахмедханов Юрий Уракович. Быть может, многие узнают этого очень приятного, открытого людям человека, ведь он и его женский ансамбль, состоящий из педагогического коллектива, частый участник всмотров художественной самодеятельности района. Впрочем, не только женского. Детский ансамбль Барабановской средней школы также завоевал популярность. Да и не только это. Известны в районе и идеи Ахмедханова о создании в Барабановке филиала школы искусств. Очень энергичная деятельность Юрия Ураковича по строительству в Сандугаче новой средней школы. В общем, человек, как вы убедились, разносторонний. И еще, может быть, кто-то оспорит мое мнение, но кажется, что такие приятные, интересные собеседники встречаются крайне редко. С ним действительно интересно спорить. У него свои неординарные взгляды на те или иные явления жизни. Юрий Уракович, как к вам пришло решение избрать профессию педагога? Знаете, после восьмого класса у меня было решение принято после восьмого класса идти в Асановский совхоз техникум, стать ветеринарным работником. Восьмой класс я окончил с отличием, послал документы в техникум. Через некоторое время обратно получаю все документы и с письмом. Прием на базе восьми классов завершился, и дальше будем принимать только на базе десяти классов. Что мне оставалось сделать? Решил идти в девятый класс, получить среднее образование, а потом дальше учиться. Но случайно я встретил на улице студентку Можнинского педучилища. Она моя землячка. Она сегодня работает за учим барабанской средней школы. И она меня уговорила, уговорила, прямо так уговорила идти в педучилище и стать учителем. И вот до сентября оставалось очень мало времени. Вместе с документами я сам поехал, и меня приняли на перекурс этого училища. Кстати, у меня по отцовской линии есть учителя. Династия. Да, по отцовской линии, по материнской нет. Вот так я стал учителем. Скажите, вы теперь не жалеете о том, что стечение обстоятельств, ну, как говорим, судьба направила вас на путь, как говорится, педагога, стать педагогом? Нет, я не жалею. Я даже рад, что выбрал именно эту профессию, ибо учитель – это одна из самых благородных профессий, потому что мы воспитываем людей, именно людей. Вот только это одно уже говорит о том, что действительно учитель – это самая славная профессия. Ну, вместе с тем, профессия, конечно, педагога славна, но вместе с тем она и трудная, но порой бывает также и неблагодарной. Вот как вы считаете, ученик нынешний, сегодняшний и ученик, допустим, который был лет 5-6-7 назад, они отличаются между собой? Молодежь изменилась. Я согласен, ибо эти пожилые люди, старики или старухи в детстве, в юности были такими же шалунами, такими же озорниками и веселились. Они тоже веселились, как и нынешняя современная молодежь. Ими также было недовольно старшее поколение, да ведь? Да, вот когда они были маленькими, тогдашнее старшее поколение тоже дорожало недовольство. Я согласна. Да, вот это мое личное мнение. Кроме того, что Юрий Уракович умелый, талантливый и компетентный во многих вопросах нашей сложной жизни руководитель, он еще и по отзывам его односельчан и коллега прекрасный семьянин. Жена его Телегатимильзиановна работает воспитателем в школьном интернате, воспитывает троих детей, старшему Вадиму 13 лет, средней Вере 7, а малышке Ксюше всего 2 года. Помогает супругам Ахмедханаму воспитывать детей и своими мудрыми советами мать Юрия Ураковича Татьяна Байрамшиновна. Музыка 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 Потому что каждый человек это отдельная индивидуальность, отдельная личность. И только зная индивидуальные качества каждого работе, каждого учителя, можно находить общий язык и работать вместе, сообщать и тянуть вместе один голос. А коллектив наш работоспособный, я так скажу. У нас в коллективе три старших учителя. Несколько учителей награждены почетными грамотами Министерства народного образования Республики Башкортостан. Есть у нас отличники народного образования. И молодые учителя. Я в числе молодых учителей именно хочу выделить Шакирянову Раину Геннадьевну, учителя сурноначальных классов. А еще из молодых учителей хочется выделить и Министерства Шакирянову Раину Геннадьевну. У этих учителей, я надеюсь, большое будущее. У нас долгие годы в школе работает старший учитель Сададинов Бадысан Сададинович. Кстати, в настоящее время живет в Новой Кирге. А сейчас он, кстати, уже на пенсии, но продолжает работать. Но каждый день преодолевает 5-6 километров и работает. Да, все-таки, знаете, всю свою жизнь вот так вот работать, действительно, я считаю, подвиги, настоящие подвиги. Каждый день уже в половине восьмого утра Ахмедханов бывает на работе. По его признанию, совесть не позволяет ему прийти позже. Кошки на душе скребут, говорит он. Нужно работу котельной проверить и в интернат заглянуть. И распорядиться насчет горячего питания школьников. Вообще, Юрий Уракович, работа директором девятый год. За это время в школе сделано немало. Вот что о нем говорит его коллега, учитель биологии Сафина Римма Мансуровна. Хорошо относится к учителям, контролирует, но зря не придирается. Очень хорошо относится, да, требует, конечно, требовательный. Родители как к ним относятся? Родители тоже уважают. У нас бывают родительские собрания, работает родительский университет. Посещаем родителей на дому. Они очень уважительно относятся к Юрию Ураковичу. А вот мнение главы Сандугаческой сельской администрации Шардинова Касима Шардиновича. Несколько слов скажите, пожалуйста, о Юрию Ураковиче. В директоре нашей школы Ахмедхан Юрий Уракович стоит, видимо, сказать несколько слов. С приходом в данную школу, как директор школы, он многое сделал для воспитания детей и для сполочения коллектива учителей. Если до этого в коллективе учителей какой-то, скажем прямо, был разброд, то в настоящее время коллектив учителей – это люди-единомышленники. В этом я вижу главную заслугу как директора Юрия Ураковича. Да и показатели средней школы из года в год улучшаются и в районном масштабе занимают одно из лучших мест среди сельских школ. Говорят, нельзя скоро судить о человеке. Но когда о нем добро отзываются ни один, ни два, а десятки человек, значит, это уже кое-что значит. Кабер Шаринович. У механизаторов хозяйств села сейчас неспокойная пора, они готовятся к весеннеполевым работам. Вот что вы можете сказать о готовности победенцев к весне? В основном тружени Кахоза Победа организованно ведут подготовку к весеннеполевым работам. На СЕВ 95-го года полностью подготовлены семена, они отвечают требованиям первого и второго класса. Сейчас идет в полном ходу, можно сказать, ремонт сельхозмашин. Завершенный ремонт барон, ремонт культиваторов и отремонтированы сошники с сельским сиялкам. На весеннеполевых работах у нас будут участвовать шесть бароновальных агрегатов, шесть агрегатов на культивации, шесть агрегатов будут участвовать на посеве зерновых. Также будут подготовлены два пропажных агрегата на посев селусных культур и корнеплодов. Конечно, сейчас к этим кадры подобраны, но в настоящее время занимаемся ремонтом тракторов и заканчиваем уже ремонт сияла, как уже говорят. Но сразу соседи было создано слино по ремонту барон, культиваторов. Вот по завершению ремонта барон и культиваторов они приступили уже к ремонту сиялок. Но добросовестно трудились механизаторы на ремонте Ахмадуллим Байдулла, Я Балитинов Сергей, токар Мулаяна Вовка. Подключился к этой работе сейчас, как Харидинов Хаким, сиялочным агрегатом. Сошники отремонтировал Харидинов Раис, Абшаликов, Салим, Баширов. Баширов. Конечно, катисто ремонта принимается, можно сказать, ежедневно. Те агрегаты культиваторов, которые уже отремонтировали, уже сразу прошли регулировку. И сиялки тоже так же на месте сразу принимаем и регулируются. Мы надеемся, что весеннеполевые работы по ветеринце проведут организованно. Настроения у тружеников пока, можно сказать, оптимистически настроены. Хотя запчастями туго, запчастями туго. Реставрацией. Выходим с положения. В настоящее время, как сказал, загоним все тракторы на ремонт. На сезон этих ходов. И к 20 марта полностью будут подготовлены и тракторный парк, и автомобильный парк. Проведем организованно. Добрый вечер, уважаемые гости, члены жюри. Ку-куль, дли. Ямол район холоп-талап-тарыни, лар-дан, с тараши, шэр, баш-шлаева. Бытын ильгыла, бигук-жену нангили-илы, лар-баш-шла-ган. Холоп-талам-хларанан. Жену фестивалю отплали. Вас приветствую участники художественной самодельности Янаульского района. 28 января в городе Нефтекамске состоялся зональный конкурс Республиканского фестиваля народного творчества «Весна Победы», посвященного 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Перед началом концерта с приветственной речью выступил глава администрации города и района Назир Загитович Зиазов. Праздник 50-летия Победы над фашистской Германией. По всей стране проходит «Весна Победы» конкурс-фестиваль, посвященный этому знаменательному событию в нашей стране. Как и везде, и в нашем районе буквально недавно завершился второй тур данного фестиваля. Более 5000 исполнителей трудовых коллективов 25 колхозов и совхозов района, более 50 предприятий города показали свое творческое мастерство на этом плане. Более двух часов длился концерт участников художественной самодеятельности города и района. Более 350 человек от «Малада» до «Велика» продемонстрировали на сцене Дворца культуры «Энергетик» свой талант и мастерство. Более José a свидетельestro культуры «Эне Телена Победы» «Маладия» Повори, Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. А что дело правое, нас будет рождить, победа будет за нами! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дипломантами Республиканского фестиваля «Весна Победы» стали Партнерный коллектив «Дома техники нефтяников» Чулпан, руководитель Нурья Бахтеева, выступление которого вы уже видели на экране своих телевизоров Детский хор «Школа искусств» художественный руководитель Альфияна Срединова Субтитры создавал DimaTorzok Дипломом был отмечен женский вокальный ансамбль «Дома техник нефтяников» художественный руководитель Римма Муфазалова Фольклорный коллектив колхоза «Дружба» художественный руководитель Вениамин Салимгореев Танцевальный коллектив колхоза имени Куйбышева художественный руководитель Марат Саляхов Сводный ансамбль талиянистов ветеранов района Филис Абзалов и Алина Хакимова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И самым лучшим на сцене был хор ветеранов войны и труда районного 20 культуры Художественный руководитель заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Венера Протасени Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дипломом фестиваля был отмечен Оркестр народных инструментов и школы искусств Художественный руководитель Мавлис Шакиров Солист Александр Шабарчин Также дипломами были отмечены выступления солиста Фаниля Андординова Физави Гумарова Маргарита Зарипова Наиля Шаймарданова Риммой Сафиной Ирика Шафикова Гульсом Ивановой Мы от всей души поздравляем с успешным выступлением Пожелаем наших янаульских артистов, особенно ветеранов войны и труда Пожелаем им здоровья, счастья и мирного неба над головой Так держать Пожелаем, счастья и мирного неба над головой Мы стареют душой Мы стареют душой ветераны Ветераны Какой ветеран Субтитры создавал DimaTorzok